Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня среда, 4 мая. Доброе утро, дорогие друзья! Мы благодарим наших коллег за отличное начало программы и продолжаем. Капля воска. Именно так с индонезийского языка переводится слово «батик». В древности в качестве полотна использовали практически любую поверхность, будь то ткань, бумага, дерево, металл, стекло или даже керамика. Ну и хотя это искусство появилось примерно в третьем веке, картины из батика начали создавать лишь в 60-х годах прошлого столетия. И в продолжение темы материал наших корреспондентов. Батик – это ручная роспись по тканям. На шелк, хлопок, шерсть или синтетику наносится соответствующая краска. При этом техника росписи батиком осуществляется не только на предметах гардероба. Например, можно создавать целые художественные панно по собственной задумке. Мы изготавливаем различные вещи. Это и платочки, и шарфики, и панно, и картинки. Это уже каждый индивидуально выбирает, какую работу он вот пришел на урок и хочет сегодня делать. Считается арт-терапия. Занятие батиком это и успокаивает, и расслабляет. Вообще много новых идей появляется. Технология росписи различается по способам нанесения краски. А самым популярным на сегодняшний день считается холодный батик. В этом случае рисунок наносится на шелк резервирующим составом. Его можно изготовить в домашних условиях, но чаще всего приобретается готовый резерв. Техника холодного батика имеет ряд преимуществ. В ней гораздо больше возможностей для свободной росписи. А значит, создавать живописные и декоративные работы гораздо проще. Но если хотите совершенствоваться в данной сфере, изучайте и другие техники батика. Горячий батик это когда рисунок наносится горячим воском или парафином. Это тоже такая интересная техника. Как бы каждый на свой вкус выбирает вообще. Есть техника шибори, есть узелковый батик, есть свободная роспись. Свободная роспись это вообще такой полет фантазии. Полет фантазии реализовывается прямо на полотно. Вместе с ученицей Елена разукрашивает причудливые цветы яркими красками. Мастерицы не ставят перед собой цели четко следовать границам и линиям. Это получается само собой. Но все же работа холодным батиком требует аккуратности и сосредоточенности. Если вы хотите добавить в свой образ несколько уникальных аксессуаров, то будет гораздо приятнее лично обучиться технике ручной росписи. Важно с первого занятия обозначить четкую цель. Тогда готовый рисунок будет совпадать с желаемой вами картинкой. Само слово батик – это индонезийское слово. Оно состоит из двух частей – ба и тик. Ба – оно переводится как бы капля. И тик – это натуральная хлопчатобумажная ткань, но также используется очень популярно сам шелк. То есть с помощью этой технологии можно сделать всевозможные аксессуары, как для себя, так же и аксессуары для интерьера. На сегодняшний день батик особенно популярен среди начинающих дизайнеров. Если вы хотите опробовать свои возможности в данной сфере, будьте готовы к многоуровневой и кропотливой работе. К каждому этапу уделяются два урока. Чаще всего ученицы предпочитают создавать платки и балантины. Яркие, красочные аксессуары ручной работы приятно радуют глаз и освежают образ. В первую очередь в батике, хочу сказать, есть один нюанс. Это не обязательно быть художником. Можно совсем не рисовать. Можно сделать абстрактный геометрический рисунок и расписать его красками. И это будет красиво. Расписывая панно, можно импровизировать и реализовывать собственное видение. Например, если посыпать фоновый рисунок обыкновенной солью, на композиции проявляются красивые разводы. Как результат, вы можете создать собственное произведение. А ручная роспись, то есть батик, станет основой для вашего творчества. Агырки Нурбекова, Ильха Маюпов, Жанакон. Для того, чтобы вкусно позавтракать, можно уже традиционную кухню назвать любимым другим названием. И тогда этот завтрак кажется тебе еще интереснее. Например, тот же самый бутерброд в новом исполнении. Сейчас узнаете, о чем идет речь. Потому что мы сейчас отправляемся на кухню к нашему новому шеф-повару Александру Брагину, который научит нас готовить. Доброе утро, Александр. Что? Доброе утро. Мы будем сегодня готовить с вами брускетту а-ля капреза. Брускетта а-ля капреза. Вы сами приготовите или мы вместе? Я думаю, без вас мне не справиться. Мы вообще-то с Аланом эксперты по пробованию. По брускеттам. Я думаю, до этого мы тоже дойдем со временем. Так, брускетт – это тот же самый бутерброд, чтобы в заблуждение не вводить наше тело. Абсолютно верно. Только открытый. Абсолютно верно. Это открытый бутерброд. Открытый, пафосный бутерброд. Точно. Поехали. Для этого нам понадобится традиционный итальянский хлеб чиабатта, также спелые томаты, базилик, итальянский сыр моцарелла, я подчеркну мягкий сыр, это рассольный сыр, то есть моцарелла может быть двух видов, также оливковое масло и бальзамический уксус. А это у нас классический рецепт? Да, это в принципе, да, это как бы капрезы, это всем известный довольно-таки салат. Вы немножко ошибаетесь, это закуска. Закуска. Да. Давайте начнем и бруси себе будем рассказывать. Да, мы сейчас сделаем из этого не просто закуску, а замечательный бутерброд. Вот. Я думаю, Алан сможет помочь нам в нарезке моцареллы. Так, как ее нарезать нужно? Так, сейчас я... Слайсами. Сейчас отведем роль нарезки помидоров. Нарезать нужно все это нам кубиком, средним, я думаю, немножечко крупнее, чем мы режем на оливье. Вот так? Оливье – это у нас точка расчета. Я не каждый на оливье готова. Да, в принципе, вот так. Средними кубиками. Да, средними кубиками. А помидорки мои? Помидорки точно так же мы нарезаем. Слушайте, мы сказали слово бутерброд для обычного человека, это как бы, ну, понятие, да, хлеб, ну, пусть будет там сверху сливочное масло. Масло, да. Да, и любимые ингредиенты. В нашем случае слово пафосный, красной линией подчеркнута. С такими ингредиентами слово классический, я бы даже от него отказался быть. Чабата хлеб, он, ну, как бы не везде, может быть, да? Классический капреза, да. Да, но мы повторимся, сделаем из него замечательный бутерброд. Александр, а, кстати, вот чабату где взять? Вы знаете, чабату... Она продаётся? Чабату, в принципе, да, продаёт уже довольно-таки давно, в современных магазинах. Ну, то есть легко можно найти везде? Абсолютно верно. Так, для этого нам нужно будет обжарить наши с вами... Смотрите, вот там кубики или их ещё, они потому что такие длинные получились. Да, их немножко нужно сделать покороче. То есть кубики, да. Ну, то есть получается своего рода салат. Есть, да. Так, шо? Получается, если это классический, то сколько видов вообще есть брускетов с капрезейном, или как там правильно? Брускеты на самом деле... С чем угодно, да, бывают? Да, то есть, ну, как бы будем опираться на то, что брускеты всё-таки итальянская закуска. Да. То есть бутерброд. Ну, соответственно, те продукты, которые используются в итальянской кухне, могут быть лёгко использованы. Слушайте, вот вы оговорились, а может быть это как по Фрейду, может быть это действительно закуска всё-таки? Нет. Закуска – это капреза. Капреза, да. На сегодняшний день мы как бы используем её на завтрак, да? На завтрак. Сегодня, да? Да. Всё, я уберу ещё раз. У нас сковородочка немножко нагрелась. Сейчас мы обжарим. Смотрите, вот эти кубики достаточно? Вот смотри, они у нас резонируют очень даже. Достаточно. Теперь все ингредиенты нам нужно смешать вот в этой замечательной, красивой миске. Так. Пока я нарежу базилик. Базилик сегодня мы используем красный. Вот, он бывает двух видов. Красный, зелёный. Мне их нужно размешать, да, получается? В принципе, вкус у него идентичный. Нужно мелко нарубить базилик нам? Так, это я сделаю, может быть, сам, да? Смотрите, я всё перемешиваю правильно, да? Угу. Вот по мне, так у меня вот этот уже завтра готовый. Ага. А скажите, Александр, добавляем ли мы сюда... Да, мы добавляем теперь сюда немножечко бальзамического уксуса. То есть чайную ложечку, да? Или столовую? Да, чайной ложечки будет достаточно. Угу. Так. И оливковое масло наше замечательное. Солим, перчим. Добавляем соль, чёрный перчик. Угу. Конечно, очень красиво, я с вами согласен. И ароматно. Так. Хлебушек мы обжарим до хрустящей корочки, чтобы он у нас был. Ну, смотрите, обычные тосты, это уже будет не то, да? Тут совсем другое. Можно использовать обычные тосты, если вы не найдёте. Угу. Рускет, ой, господи, простите, чайбату. Угу. Вот, я думаю, это не испортит ничего в данном случае. Так, для этого нам теперь понадобится для подачи тарелочка. Тарелочка обязательно. Угу. Мне очень нравится, что мы нашим телезрителям, пожалуй, даём совет именно быстро приготовления вкусного завтрака. Вкусного и необычного завтрака. Причём, вы знаете, Александр, меня всегда удивляет, когда мы готовим вместе с нашими поварами, вот Алан со мной, наверное, согласится, вроде смотришь, всё настолько просто, а ведь самому тебе в голову это не придёт. Да. Вот с утра, да, да, ты думаешь, хочется чего-то такого вкусненького особенного. А пойду-ка я сделаю брускетту себе. Да, 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 да. Пойду-ка куплю чайбату. Поэтому я уже давным-давно утром на выходные, когда я никуда не спешу, захожу в YouTube, нахожу наши завтраки, программы «Жанакун» и просто готовлю... И просто готовлю их уже на обед. Да, да. Теперь нам нужен замечательный наш соус, так скажем, салат. Красный, да. Мы поместим его с вами на наши хрустящие брускетты. Я повторюсь, базилик бывает двух видов, зелёный и красный. В принципе, можно использовать и тот, и тот. Ну, сейчас мы их ещё украсим, их ещё больше было бы. Алан, ты как спортсмен, вот скажи мне, вечером можно такое съесть? Как спортсмен и человек, который следит за фигурой? Ну, как спортсмен можно, а вот как человек, который следит за фигурой, наверное, нет. А если без хлеба? Да. Можно? Да. Вот сыр не повредит? Нет. Ну, отлично. Ну, что ж, Александр, можно ли считать, что наше блюдо готово? Наше блюдо готово. Теперь мы можем его с вами вместе попробовать. А для начала пожелаем, как всегда, нашим любимым телезрителям приятного аппетита. Пусть ваш сегодняшний день будет таким же вкусным, аппетитным, как наш сегодняшний завтрак. Мы продолжаем эту программу «Желакун». Три раза в неделю Евгения Хрусталёва делает влажную уборку в своей квартире. Хочет она этого или нет, но бороться с пылью по-другому не получается. На это дело у неё уходит всё свободное время. А вот на отдых времени совсем не остаётся. Уборка занимает достаточно много времени. И уже на моющие средства началась аллергия. Ну, не люблю я дома, когда у меня грязно. Приходится самой мыть полы, мыть стены, убирать. Это просто невозможно уже. Помыть полы и стены, протереть пыль – это только полбеды. А как же быть с мягкой мебелью, окнами и потолком? Подруги посоветовали девушке обратиться в клининговую компанию, которая специализируется на уборке, мытье и чистке квартир, офисов и других помещений. Таких фирм на сегодняшний день существует очень много. И у каждой свой подход к работе. Популярность клининговой компании в частном секторе приобретает такие виды услуг, как послестроительная уборка. Очень часто требуются потом такие виды, как чистка мягкой мебели. То, что люди, в общем-то, своими силами не могут сделать профессионально и качественно. Очень часто сдают ковры на стирку, химчистку. Клининговые компании, они, как правило, используют профессиональные средства для уборки, которые сертифицированы, не имеют каких-то, ну, в общем, очень явно выраженных признаков запаха, цвета, возможно, даже. Ну, и они адаптированы у нас и разрешены применяться на территории Казахстана. На такую работу нанимают не абы кого, а специально обученный персонал. Каждый из сотрудников перед принятием на работу стажируется, знает правила техники безопасности и, конечно, толк в наведении порядка. С грязью они на «ты». Но как быть, если вы решили воспользоваться такими услугами, но терзают сомнения? Если вообще, вот, как бы, вы пугаетесь и не можете пригласить к себе, ну, боитесь за свое имущество, в общем-то, у нас в жизни очень много и шарлатанов, поэтому вы можете потребовать, в общем-то, от этой компании заключить договор. В общем, есть такие сделки на один раз, где вы страхуете себя от каких-то рисков, от недоброкачественной уборки, от непрофессионализма. В принципе, это все страхуется именно, если вы заключите договор. При выборе клининговой компании обращайте внимание на то, как давно они существуют на рынке, какие объекты обслуживают, а также рекомендации. Вот, чтобы обезопасить себя, если вы действительно, как бы, боитесь, что клининеры нанесут вам какой-то вред, то есть, ну, все в жизни может случиться, поэтому также вы можете спросить у этой клининговой компании, существуют ли у них какие-либо страховки. То есть, перед любым случаем, в принципе, так же, как человек, который залез на стремянку, может упасть, может повредить себе что-то, так же он может и повредить ваши поверхности. То есть, если у этой компании существует страховой полис, то вы полностью можете, в общем-то, даже забыть все головные боли. И помните, чисто не там, где метут, а там, где не ссорят. Чтобы после уборки офиса или квартиры чистота быстро вас не покинула, поддерживайте ее сами. Как правило, начинающие IT-стартапы допускают одни и те же ошибки. О том, как их избежать, расскажет старший эксперт инвестиционного фонда Венера Жаналина. Доброе утро, Венера. Венера, доброе утро. Слушайте, об IT-технологиях общаться с такой женщиной как-то не понимаешь. Да, да, да. Обычно у нас как-то мужчины в костюмах рассказывают о таких вещах серьезных. Начиная с какой суммы, есть смысл обращаться к инвесторам? Вообще можно ли за какой-то суммой или можно вообще без денег идти к инвестору с идеей? Тут, знаете, каких-то жестких градаций относительно суммы инвестирования не существует. Но говоря об инвестициях, следует понимать, что на различных стадиях развития стартапа требуются разные объемы финансирования, соответственно, нужны разные типы инвесторов. Например, на начальной стадии развития обычно используют бутстреппинг и инвестиции в бизнес-ангелов. Бутстреппинг – это развитие бизнеса при очень незначительном финансировании либо вообще полном его отсутствии. То есть в этом случае команда стартапа финансирует проект за счет своих личных сбережений либо за счет денег семьи и друзей. Это очень маленькие инвестиции. А бизнес-ангелы дают уже более крупные инвестиции. И на территории СНГ обычно бизнес-ангелы… Какое название бизнес-ангелы? Очень красивое такое. Бизнес-ангелы-хранители. Да, то есть почему бизнес-ангелы? Потому что они основываются не на каких-то расчетах, а на своей индуитивной вере. То есть они верят в какую-то команду, верят, что она может быть успешной. Какая-то духовная связь есть. Да. Для более крупных инвестиций уже требуются инвестиционные фонды. Вот здесь как раз-таки нужны расчеты. И, соответственно, от инвестиционных фондов можно привлекать крупные суммы. Слушай, ты серьезно. А с помощью каких доступных инструментов можно провести маленький хотя бы первоначальный анализ рынка? Ну, наверное, я скажу что-то банальное. На самом деле это все очень просто. Нужно просто открыть интернет, браузер и начать искать информацию о своих конкурентах, об аналогах, вообще о рынке. Просто мониторить? Да, просто мониторить, смотреть. Это самый простой инструмент. И доступный всем? И доступный всем. Ну и, конечно, еще при этом можно использовать старый добрый свот-анализ. А что такое свот-анализ? Свод-анализ – это анализ сильных и слабых сторон. Своих. Своих сторон, да. То есть вы рассматриваете свои сильные стороны, слабые стороны, угрозы, какие-то и преимущества. Ну, у нас не все способны к самоанализу, поэтому это со стороны как-то доверительно будет выглядеть. Венера, ну а какие основные ошибки совершают начинающие стартаперы? Самая распространенная ошибка стартаперов всех времен и народов – это боязнь раскрыться перед инвестором, боязнь рассказать о своей идее. Почему-то начинающие, нечерные предприниматели думают, что их идеи могут украсть, дорасти. Потому что неоднократно такое сталкивается. Мы с этим сталкиваемся, и такое происходит. Вы рассказываете идеи, но гарантия нет, что этот инвестор согласится. Но он ее уже выслушал от начала до конца. И бывает такое зачастую, что ваша идея уже давно работает, но уже без вас. Может быть, но знаете, главное в проекте – это не идея, а ее реализация. Поэтому инвестор всегда смотрит не на идею, а на команду. Сможет ли она эту идею воплотить в жизнь? Вы можете придумать шикарный сервис, как бы где-то там в своих мыслях, да? Но вопрос – вы сможете его реализовать или нет? Фантазировать одно, а на деле показать на другую. Да, поэтому инвестор всегда смотрит на команду. Он покупает команду, а не идею. Ну а как быть, Алан прав, это же обидно. Человек тебе откажет, второй откажет, третий. И пока ты будешь искать спонсоров, твой проект уже реализован. Как-то застраховать себя можно? Вот от этих хитрых псевдоинвесторов как защитить себя? Возможно же как-то? Или это обязательно идти, получается, какие-то защитить авторские права? Что это еще наделают? Нет, не обязательно. Венчурный предприниматель на самом деле очень такой хороший, да? Который станет… Ну он-то считает, что он хороший. Я считаю, что не надо себя защищать. Если у вас есть идея… Это и есть тот риск, с которым можно столкнуться стартап. Да, да, может быть такой. Если у вас есть идея, вы ее реализуете. Если кто-то придумает лучше, либо вашу идею возьмет, вы сможете всегда сделать еще лучше. То есть нужно рассматривать конкурентов как благословение. Они вас толкают к успеху. Понятно, Венера. Будем надеяться, что на нашем пути чаще будут встречаться бизнес-ангелы. И нам будет если Венера огромное спасибо. Спасибо вам огромное. Ну и всем желаем только удачи. Пусть и вам тоже обязательно везет. Может быть даже и сегодня. Мы продолжаем. Трое казахстанских судей были отобраны на турнир «Большого шлема», который состоится этим летом в Лондоне. К слову, на сегодня в Казахстане 5 из 15 судей по теннису обладают международной категорией «Белый значок» и могут выступать арбитрами на мировых матчах. Чего еще достиг отечественный теннис, узнаем из следующего видеоматериала. Жедо-пом. Именно так в 11 веке называли «Большой теннис». Кроме того, раньше в этом виде спорта люди вместо ракеток использовали собственные ладони. При этом на корте находилось не два человека, а 12. И лишь пять веков спустя теннис приобрел привычные черты. С позиции психологии теннис крайне полезен, поскольку игра позволяет сбросить психическое и физическое напряжение благодаря глубокой концентрации, сосредоточенности на процесс игры. Также игра улучшает координацию, реакцию, внимание, стимулирует развитие стратегического мышления, памяти. Происходит выработка таких качеств, как напористость, энергичность, обеспечивается реальное чувство времени, повышается уровень общей подвижности игрока. Несмотря на то, что в древние времена теннис считался игрой для избранных, в которой играли французские, испанские и английские короли, сегодня этот вид спорта доступен абсолютно всем. Практически в каждом городе имеются корты. В свою очередь молодые теннисисты ежедневно оттачивают свое мастерство и готовятся к соревнованиям. Вы знаете, методика преподавания тенниса настолько хорошо оснащена в данное время, что от будущего игрока необходимо только желание выйти на корт. В остальном специалист проведет диагностику, разберет необходимый перечень развивающих упражнений и после этого приступит к работе. Одиночный разряд делится на мужской и женский. Парный разряд делится на женский, мужской и смешанный. Микс так называемый. Абсолютно все престижные соревнования по теннису проводятся на кортах разного покрытия. На грунтовом, синтетическом, травяном и даже на твердом. К слову, занятие этим видом спорта значительно повышает здоровье человека. Восстанавливает зрение, хорошо улучшает моторику, рук. Ну, 450, ну, примерно 450, 500 детей занимаются у нас в месяц. Теннис и грань из легких. Здесь задействуются все части тела. Несмотря на короткую дистанцию, спортсменам приходится бегать быстро и часто. Также важна и сила рук, чтобы отбивать мячи, летящие с огромной скоростью. К слову, в 2011 году хорватский теннисист Ива Карлович в одной восьмой кубка Дэвиса сумел подать мяч со скоростью 251 км в час. Не ограничивайте себя одним видом спорта. Развивайтесь всесторонне. Будет это теннис или еженедельные походы в тренажерный зал. Как сказал один известный политик, врага надо знать в лицо. Именно поэтому в нашей студии сегодня технолог, диетолог Татьяна Загриценко, которая расскажет, как накапливается жир и как от него избавиться. В общем, доброе утро, Татьяна. Самый наболевший, самый нужный для всех вопрос. По-моему, просто всем интересный вопрос. Тем более май начало, как всегда все готовятся к лету. За зиму отъелись, а теперь нужно срочно всем все скидывать. Многие готовятся за две недели до пляжного сезона. Да, они говорят, что приходят в спортзал, но тренажеры прыгают. Как будто была зима, и сразу весна, и сразу же лето. В общем, так или иначе, у нас люди любят ускоренный способ, который служит неким толчком, стимулом, что если у меня получается, я продолжу эту систему. Как некоторые люди страдают от нарушения метаболизма, мы на него всегда все сваливаем. Да, да, всегда. Татьяна, жир склонен скорее запасаться, чем сжигаться. Как с этим бороться, как улучшить ситуацию? Как этого избежать, чтобы не бороться? Ну, вообще, процессы жирожигания и жиронакопления, они очень сложные. Но я считаю, что каждый человек, который в первую очередь следит за своим здоровьем, ну и потом уже из этого вытекающая свою стройную фигуру хочет сохранить, то он должен обязательно знать хотя бы легкие принципы того, как накапливается жир. И вот как раз-таки сегодня я хочу с вами поделиться. В первую очередь необходимо следить не за метаболизмом, это, конечно, тоже очень важно, но за гликемическим индексом. Это тот индекс, который показывает, как какой-либо продукт поднимет сахар в вашем организме, то есть сахар в крови. Это напрямую зависит от того, как будут накапливаться жиры, потому что для того, чтобы понизить этот сахар, организм вырабатывает такой гормон, как инсулин. И вот как раз-таки многие должны знать, что инсулин – это очень важный гормон в накоплении жира и его расщеплении. Точнее, если инсулина в организме будет очень много, расщепление жира будет блокировано. Поэтому многие, особенно не только полные люди, даже просто те, которые занимаются спортом, перед тренировкой позволяют себе лишнего, думая о том, что они на тренировке все это сожгут, и все будет нормально. Ну, так-то оно так. Вы и сожжете эту конфетку, но расщепление тех долгожданных жиров, которых вы хотите избавиться, будет затруднено или остановлено полностью. То есть меньше сладкого все-таки кушать получается? Вообще продукты высокого… Вообще каждый человек должен просто на холодильнике иметь такую таблицу – гликемический индекс. Высокий гликемический индекс абсолютно во всех продуктах, которые содержат сахар. Это хлеб-хлебобоочные изделия, в основном, конечно, это белый хлеб. И также это картофель и белый рис шлифованный. Вот это самые такие продукты, которые заставляют наш организм вырабатывать огромное количество инсулина. Следовательно, если… Ну, грубо говоря, такой пример. Если в ваш организм поступило 10 клеточек глюкозы, то инсулин, когда у вас нарушен углеводный обмен, он вырабатывает в 2-3 раза больше инсулина. Следовательно, эти клеточки сразу отправляются в ваше жировое депо. Поэтому настолько трудно похудеть людям, у которых есть большой избыточный вес, потому что у них углеводный обмен уже нарушен сильно. Из-за чего еще накапливается лишний жир? Лишний жир, конечно, накапливается от того, что мы ведем сейчас сидячий образ жизни. Чаще всего. Да, чаще всего. Полдня за рулем, полдня на работе сидят. Да, это на самом деле очень большая проблема. Поэтому я советую очень такие самые легкие правила – это после работы просто выйти хотя бы полчаса погулять. Это должно быть обязательно. На рабочем месте. Встали со стула, когда нету никого вокруг, 5-10 минут, просто поприседали. Просто попрыгали, поднялись на носочки. То есть это, на ваш взгляд, такие элементарные вещи. Но даже эти элементарные вещи помогут вам держать вашу фигуру в тонусе. Слушайте, а действует главное правило? Есть столько, сколько помещается в одном кулачке, в одной руке? Да, конечно, такое правило есть, потому что наш желудок, в частности, очень часто вот как раз-таки такого размера, как раз-таки, как наша ладонь. Поэтому мужчинам можно есть больше, потому что у них ладонь крупнее, а женщинам поменьше. То есть у меня многие спрашивают, ну вы мне скажите граммы, граммы. Я говорю, ну вы же не будете нигде ходить с весами, правильно? Конечно, конечно. Поэтому вот это ваш индекс. Здесь и основной, и гарнир, и всё вместе. Ну вот, как раз-таки хотела сказать. Подождите, а ладонь широко открытая или сжатая? Если ты голодный, то можно сделать вот так. Это, знаете, большая разница. Да, нет. Смотрите, вот столько у вас должно быть обязательно мяса, то есть какого-нибудь белка. Овощей на самом деле, особенно зелени, может быть не в ограниченном количестве, потому что они имеют, ну, просто минимальную калорийность. Вот для этого самое главное мясо, что касается круп, то это, конечно, вот горсточка. Уже готовым, не в сыром виде, а то в сыром виде потом можно разварить очень много. То есть это такие индексы простые. И, кстати говоря, хлеб. Это вот ваша ладонь. Или представить, знаете, помните, раньше были такие кассеты. Да. Вот кусочек такого хлеба в день, особенно цельнозернового, будет замечательно. Желательно на завтрак или когда? Да, желательно в первую половину дня, до часа, до двух. А обязательно? Можно хлеб вообще не есть, чтобы похудеть резко? А знаете, чем, ну, как сказать, чем быстрее похудение, тем быстрее накопление, скажем так. Поэтому вот как раз-таки очень актуальная тема. Я хочу сказать, чтобы люди сейчас начали задумываться. И постепенно, когда они до июня, до июля сбросят 5-6 килограмм, они устоятся у них полностью. То есть этот вес не будет скакать туда-обратно. Жесткая диета – это всё миф. Она, конечно, помогает, но это временное явление. И одна малейшая шоколадочка либо конфетка моментально… Отправляется в жировой депо как раз-таки за счёт этого гормона. А отсюда же получается ответная реакция – стресс. Как так? Я столько старался, оказывается, бесполезно. И на тебе, дайте мне булочку, заесть свое горе. На самом деле мы никогда не видим фотографии вот этих девушек, которые бодифитнесом сейчас занимаются, которые очень сильно сушатся, и после сушки нужно очень грамотно выходить из этого процесса. А очень многие начинают есть сладкое, и они сразу наполняются именно жировыми отложениями. Поэтому на диете сидеть не нужно. В такой серьёзный период и очень тяжёлой стрессовой ситуации хочется себя порадовать какими-то сладостями. Поэтому хоть сладкое можно хотя бы когда-нибудь? Да, конечно, сладкое можно. Ну, это вот, знаете, как сейчас модное слово – читмил. Особенно, когда в семье есть дети, но как-то устоять очень сложно. Ну да, согласна, согласна. Здесь нужно включить, конечно, свою силу воли и понимать, что это только удовлетворение наших вкусовых потребностей. Раз в неделю, особенно в выходные, когда вся семья дома, конечно, вы можете себе позволить. Сделайте себе такой праздничный завтрак. Вот я всегда это советую. Для того, чтобы просто разрядиться. Вам огромное спасибо, Татьяна, как всегда полезнейшие советы. Мы очень надеемся, что хотя бы половина телезрителей, которые внимательно слушали наши общения и ваши советы, прислушаются. И есть ещё время к пляжному сезону. Есть. Подуспеть-то и очень хорошо выглядеть. Спасибо большое. А мы продолжим. Субтитры подогнал «Симон»!